Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами секретом моментального восстановления плодородия почвы с использованием одного совершенно замечательного средства. И это можно сделать в первую очередь в теплицах. В теплицах, как правило, почва истощается очень быстро, потому что в защищенном грунте, что и говорить, нарушаются естественные процессы почвообразования, а эксплуатация почв происходит очень-очень интенсивно. Если минеральные вещества мы можем скомпенсировать за счет внесения разнообразных минеральных удобрений, то восстановление органического вещества требует определенных усилий и времени. Конечно, восстановить органическое вещество можно за счет заделки и запашки различных растительных остатков. Это может быть оздоровленная мульча при внесении триходермы. Ну, триходермы в любом случае всегда надо вносить по осеннему времени в почву. Это может быть посев сидератов, но не все рискуют сеять сидераты в теплице. Почему? Потому что белокрылка там будет бушевать, трипс и прочая всякая зараза, которая потом будет переходить на томаты, огурцы, там клещи паутинные. То есть это просто продление, увеличение вот этого фона вредителей в теплице. Сидераты имеют тоже темную сторону, я об этом все время говорю. Или же надо вносить туда обильные компосты, не всем эти компосты доступны в нужном количестве. К тому же, если вы закрываете толстым слоем компоста по осени, например, ваши теплицы, то в этом случае значительно повышаете риски перезимовки разнообразных вредителей там. То есть не вымораживаются они там, не погибают. То есть создаете благоприятные условия для сохранения разнообразных болезней и вредителей. Там и кладоспариоз тогда остается хорошо и все остальное. Поэтому хочется найти такой способ, который не будет иметь темной стороны. Компосты хороши, но. Сидераты хороши, но. Навозико можно навести, но. То есть каждый раз какое-то но нас останавливает. И одним замечательным способом, который я вам уже рассказывал о нем, но сейчас акцентирую внимание и напомню, это использование такого препарата, как биодженик. Биодженик является супер-супер-супер концентратом почвенного плодородия. Это вот вытяжка плодородия, все хорошее, что в почве есть, такая вытяжка, которую вы в маленькой дозе можете вносить в свою почву, и у вас, соответственно, плодородие будет восстанавливаться. Для вот такого моментального, без побочных эффектов восстановления плодородия в теплице, вам понадобится, если у вас легкие, песчаные, истощенные почвы, 100 мл. Много? 100 мл. Если же у вас такие более плодородные суглинки, то вам понадобится столовая ложка этого самого биодженика на 10 литров воды. Просто берете, разбавляете, делаете раствор, и я для экономии сил и времени заряжаю это все в пульвер, и просто толстой каплей, такой большой крупной каплей, до легкого увлажнения верхнего слоя почвы разношу этот раствор биодженика по всей своей теплице. В результате получается очень-очень-очень такая выгодная история, потому что вы фактически на квадратный метр вносите где-то миллилитров 300, миллилитров 300 этого готового раствора, и в результате небольшое количество вносимого раствора, высочайшая концентрация вот этих вот веществ плодородных позволяют вам моментально восстановить почву, после чего вы можете также посеять сидераты, если хотите, вы можете все это совместить одновременно с несением осенних удобрений, то есть с несением триходермы, можно все это сделать в один день одновременно, а если вы что-то в жидком виде вносите, то можно сделать прямо в одном, как говорится, флаконе. Что ж, пожалуйста, воспользуйтесь этим советом и обязательно сохраняйте и даже приумножайте плодородие в вашей теплице на благо вашего урожая, в особенности в огуречной, в особенности, ну и все остальные тоже растения будут вам на будущий год уже очень-очень благодарны. Не успели это сделать в осенний период, пожалуйста, сделайте весенний, тоже сработает. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok